Водитель привлечен к ответственности за движение по пешеходной зоне? Естественно, за нарушение. От этого я хотел добиваться. Не надо было орать на меня. А как? Генера. Вот без зазрения совести прутся на машинах, останавливаются, замечания делаешь, бесполезно. Мы знаем. Мы знаем, что все вещи, что приезжают на работу. Уже поставили знаки, говоришь, у вас знак. Бесполезно. Пошла. Люди с колясками едут, без самолельцев. Они ничего не видят, они звезды. Они подъехали в магазин. Все. Это нормально? Я знаю, что здесь такая ситуация. Вот так. К сожалению. Да. Ну, вроде столбики обещают там поставить у того дома 45-го, а здесь реконструкцию сделать в этом году, чтобы вообще никто не заезжал. Ребята, ну вот я в нем живу в 45-м доме, это вообще просто незамужен. Мало того, что здесь ездят по тротуару и во дворе. Одна за одной, одна за одной машина. Потому что здесь вот они вот здесь вот поворачивают и едут и через наш двор, и вот туда. Куда им хочется. Поставьте шлагбаум. Да, не разрешаю не ставить, а спросить. Если это прилегающая территория, то на собрание можно поставить. Только на Арзамасское вот можно повернуть. Поэтому они поворачивают вот здесь и едут вот через наш двор. И причем едут с такой скоростью, что не приведи господи. А у нас там дети. Во дворе только движение можно ограничить общим собранием. Установка шлагбаума. Либо других еще таких препятствий. Ну мы уже вот эти вот поставили, хотя бы лежачие. А здесь, здесь будет реконструкция. И столбики обещают поставить у 45-го дома. Да дай бог. А вот здесь именно и парковочность сделать пространство, и тротуар выделен. Так что будет в этом году. Так сказал заместитель мэра. Не, на видеокамеру. До 1 июня сказал будет. Спасибо. Хорошо, если да. Посмотрим, что будет, как в итоге. Сдержит слово или нет, будем следить за развитыми событиями. Извините. Нет, спасибо вам. До свидания. Проблемное место, да? Так, командир батальона или взвода. Нет, взвода, по-моему. Уезжает. Сейчас нам на двух понятых. Чтобы освидетельствовать присутствие вас его. Может под видео записи. Меняй, да? Нет, нет процедуры, просто такая, жательная. Сделать, с прокурой. Мы не настаивали, но инспектор обязан. Сейчас отпустить, чтобы делать предпоследствия никаких. Алкоген, Юпитер. Сейчас все, данные все ваши вошел. Хорошо. Вот если что-то будет, тогда нужно будет уже обжаловать у водителя. Но если что-то будет, показания, тогда нужно серьезно заниматься, помогать водителю. Потому что я думаю, что он не трезвый. Ну, видно, могу видеть. Я думаю, что ничего не будет. Сейчас он зарядную трубочку подает. Главное, отпрыгнуть успеть. Когда седа машет. Когда седа машет. Все, нет. Он 100%, скорее всего. Интересно будет, так же, потому что призов тут нет. Почему будет? Наезд на пешеходах. Обязан. Закон. Ну и ж, скорая. Больница, здесь все. Детский сад. Видишь, детей сколько, смотри. Сходит. Слышит на количество. На грубую на стену. Понимаете, все. Один. Смотри. Сейчас будете притывать. Алкотектор Юпитер. У нас здесь не состояние алкогольного пенения свидетельствует. Начинайте. Потихоньше. Дуйте, 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 дуйте. Смотрите, результат. 0,0. Все, чисто. Смотрите. Состояние алкогольного пенения не установлено. Все? У вас претензий нет? Да у меня и не было подозрений, что он вообще пьяный. Печатаем сейчас результат. Понятые расписываются, вы расписываете. Все, у вас не установлен алкогольный пенения. Хочет мне помочь еще развести, если претензий не было с самого начала. Рассмотрим. Начинайте. Кому заплатят? Ну да. Кому получаете за это? А? Кому получаете за это? Что? Кому за это получаете? Много. Нам госдеп платит про разнаряд. Госдеп. Госдеп. Как кто? Да, полицейский. Полицейский. Не мусорите. Подберите. А если сейчас сигарету закурить будет, за нарушение курения в общественном месте тоже можно? Курить нельзя 15 метров от учреждения. Здесь курить сколько хотите. Обследуем. Ну, как вы думаете? Думаю, что нет. Почему? На таком самом месте. На женской позиции. Так вы думаете? Вы первый поднятой, да? Если я, например, исполняю какие-то жесты обязаны, да, я не скажу. Странно. Куда они это берут все? В каком с вами есть? Хочу. Недостаточно, да? Я просто что, хожу тут вокруг-то? Я думаю, сказать полицейскому, что у него сейчас ствол выпадет или нет. Блин, Алюшин сам. Полицейский, вы сейчас пистолет можете потерять, у вас кобура расстегнута и открыта. Будьте осторожны с этим, пожалуйста. Будьте осторожны с этим, пожалуйста. Ну, куда без этого. Если она износилась, то своему начальству доложите, пусть выдадут вам нормально. Она не износилась, она просто... Машина... Где она износилась? Нет, ну вот, она как раз расслаблена. И третьем варианте можно писать в ДДД. Да что, мы сейчас находимся в городе Вороних, и тут машина Почта России сбили меня. Так, что там? Справа КДП? Определение выгружения. Короче, 28.03.10.00 могут Ираныч позвонить. Обручевая 3, отдел дознания Ленинского, Левобережного района. Там будет весь материал по поводу причинения вашим штанам выгружения. Отлично. Вот здесь, подпишем. Давайте. А что за определение? Почему определение? А вы на месте не можете рассмотреть? А почему определение? Как ему... Нет. Как же, на пешеходной зоне движение? Пешехода сбили, это другое определение. А при чем? А, 12.24. Совершенно часть 2. А он же говорит, что нет телесных повреждений. Нет. Или вы обязаны проверить? Это надо проверить, дознавать и проверить. Согласен. Погласен. Ну, чтобы ошибки не совершить. Да, может грубейшие. Может быть, завтра он обратится в больницу. Совершенно верно. Совершенно верно. Нет, это согласен. Вот так. Это правильно. Это правильно. Это правильно. Так, а те пока еще никакие документы не отдали, да? Или вот отдают. Это что такое? Ну, это копия. А, копия определения. Да. А постановление о том, что нарушение на пешеходной зоне отношения водителя. И... Подождите. И справка ДТП. Справка от ДТП. Ну, штаны в моем причине не загрязнение, а по ПТД ДТП считается... Нет, ДТП есть ДТП. А, да, при наличии ущерба. Когда вред нанесен... А это и есть здоровье, либо имущество. Да, имущество нанесен ущерб. То есть, как, у меня есть стирать штаны, а стоит денег. Да, правильно. Соответственно, причинен ущерб. Абсолютно. ДТП будет плачет. Да, сколько там? 50 рублей на стирку. Где-то обычно 500 рублей. Да? Ну, средняя цена. Я не знаю, у тебя по городу Москве, наверное, да? Там подорожено. Так, так что... Я думаю, так, да. Так, ну что там, все? Ну, все, ДТП разобрались. Справа ДТП пишите, что справа вам уже нужна, вот. Конечно. Одежда. Так, и копию вот этого машины где-то стоит. Сейчас дам. Ага. Копию. И паспорт мой. Да отдам я паспорт, кредит возьму и отдам. Ну, вот видите, как. Отдам я ваш паспорт. 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 Зачем? Зачем мне нужно? А? Где? Где, где-то, папа? А вот там пизачка. Да. По носке очку. Да. Вот. А вы что? Да, паспорт. Держите. Спасибо. Вот, он здесь. Где? Так. Копию получил. Попию протокола, да? Ну, осмотр, да. Есть такая строчка, что если нет повреждения, улюбения у человека или у кого, ДТП является случаем какого-то повреждения. Да. Ну, есть же штаны поиспачкались. А что в деле? Пошли? А? Может быть. Да. Ну, водитель, вы согласен с этим или нет? Что штаны испачкал он? Он согласен, что он вообще должны трогать. А? Я бы сказал вообще даже не трогать. Ну. Я даже оттуда не хочу. Все правильно. Нет, следы-то есть еще. Писать-то может что угодно. Факт в том, что это все зафиксировано и то, что его предупреждали, что не надо туда ехать. Ну, вы же тоже влезете с пластами под машину, правильно? Вот, смотрите, он вот так стоял, смотрите. Я стоял сзади. Ему говорят, не едь там человек, не едь там человек. А я не стоял. А как? А как? А вы почему стоите перекрывать? Я брал ручник. Ну, как хотелось назад, сразу увидел вас и нажал экстренно на тормозе. Я же не продолжал движение. Я же сразу нажал на тормозе. Ну, коснулись же, правильно. Я вас, честно, не коснулся. А? Захотел. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, стой. Все. Стой, она есть. Испачкал. А я спой, Паша? Да, вот штаны испачкал. Конечно. Ну, выйдите, я не знаю. А, то есть пешеходные... Давайте вы сейчас будете встать, сейчас второе встать, мы вас перекроем. Скажем, мы захотите, или вы... Давайте. Ну, все, мы захотели. Ты что-то же нормально? Что? Что ты захотел. Ну, ты что-то же нормально? Ну, конечно. Если я нарушил какой-то закон, то вот полицейский, он может написать заявление, и меня привлекут к ответственности. Ну, я сейчас правило закон, а это человеческие отношения. Какие человеческие отношения? Ну, если ему говорят... Если ему объяснять, то пешеходная зона... Вот и стоишь. Ну, я стою. Ему бы объяснили, он бы уехал разводить свои посылки. Вопросов нет. Я не знаю, зачем он это сделал. Что он сделал? Сбил меня он зачем? Но ты не сбил его. Кого сейчас? Полицейский, вы тут что беспределите? Говорят, не сбивал меня. Давайте, в следственный комитет звоните, беспредели полицейский. Что же вы? Они что сделают? Ну, что они сделают? Они же разбираются в ситуации. Ну, они просто старые этого происшествия. Они постановление вынесли там? Вынесли. О том, что человек признан виновным. Уже на данный момент. А что это? Если там написано постановление. Постановление. Он не согласен. Сейчас. Инспектор, вы же постановление вынесли, правильно? По поводу пешеходки. Возбуждение. Не садил, не производство. Это будет дознавание. Нет, это понятно. По пешеходной. Камеры будут вот здесь. По пешеходной зоне вынесли постановление? Всех наказывал. По пешеходной зоне. Ну, вот этого водителя вынесли. Мы вот это, да. Это другое. Ладно, хорошо. Вставать, я понял. Так что водитель признан виновным в нарушении ПТД постановления. Постановление вынесено. Он, если от него отказывается, должен будет разбираться. Вынести может кто-то сумка. На месте вынесено постановление. Если водитель согласен, да. Если водитель отказывается, только сумка может. Вы не будете административной какой-то с наездом? Нет, я имею в виду за пешеходную зону постановление. Вы же заявление какое давали, сообщение. Наезд на пешеходном, правильно? Да. А пешеходном, наездом пешеходном, начиная административного, заканчиваем уголовным. Это понятно. Я вас спросил про постановление по делам административного правонарушения по пешеходной зоне. Я вам объясняю, я просил. Я просить не надо. Мы делаем все, что вы входили в рамках закона. Да. Вы приехали, сделаем, но не ехали. Прошите на голову. Дальше. Зарк, без коротки. Зарк, без коротки. Второй. Да, дерзко общается, мне не нравится. Так, по поводу ДТП наезда. Вам все понятно? Если что не понятно, задавайте вопросы. Так, что, что, что у меня пояснять по поводу наезда? Оформлено ДТП, правильно? Вынесено определение о возбуждении дела в теракину правонарушения. Материал будет находиться в обручевых 3. Да. Дознание Левобережного района. Вам туда или позвонят, в вашу телефончик записали, или девица указанная, когда я вам написал. Еще раз. Там инспектор дознания примет законное решение. Если у вас что-то будет с ногой, будете обращаться, то... Водитель привлечен к ответственности за движение по повсюходной зоне? Естественно, за нарушение. Все, хорошо. От этого я хотел добиваться. Не надо было орать на меня. А как? Я не ровно. Ну, просто, может, громко говорили. Я в машине сижу там, братцы. Мне показалось, что вы просто кричали, что-то это... Нет же никакого негатива. Не совершай. Ну, все. В принципе, вы можете ехать кушать. И сейчас допишите. Да, да. Допишите, да. Допишите, вы можете ехать. Покушайте. И мы тогда поедем на обед. Все. В пяти часов. Сколько сегодня оформили? Кого? Водителя. Здесь. Я не знаю, не считал. Он же... Я оформлял. А, вы ДТП только. Все. Я оформлял зарезку, который... После которого я шесть суток получил, друзья, в зарезку. Но он прав оказался. В данной ситуации. Потому что даже Верховный суд оставил в силе пока на данный момент. Вы все знаете, подано в ЕСПЧ. Вот. Машина спецсвязи не была привлечена к ответственности тогда. Ну вот, Заренко, к сожалению, принял такое решение. Но, тем не менее, оказался прав в данной ситуации. Слушайте, а вот если машина спецсвязи... Если машина спецсвязи вот сюда бы заехала, вы бы ее не оформили, получается? У меня просто есть машина спецсвязи, вот я хотел бы сюда заехать. Можно? Есть такие машины, о которых мы не имеем права засматривать специально. Надо даже переложить такую информацию. Есть секретную информацию, переложить. Понятно. Есть такие... Даже сопровождаемые с охраной. Такие есть машины. Возить можно начинать письма, и заканчивать сами понимаете. Не, может, просто этого тоже можно не оформлять, что? Почта России же, все. Почта России наезд на Паш совершил. Паш, передай, может, те, кто знает, Паш, привет. Всем привет в Ютубе, да? Да. Всем привет, ребят. Из Москвы, Паш. Сбили вот меня вот. Ну, чуть-чуть наехал, просто непонятно. Повреждений, вреда здоровью нет, пока не установлено. Да, ну, вот, как определение в ДТП нанесен вред имуществу, да, нанесен вред моим штанам, да. И сейчас вот водители оформили, вынесли определение о возбуждении дела административного правонарушения и проведении административного расследования в соответствии с КОАПРФ, да. Вот. И водители привлекли к ответственности непосредственно за то, что он двигался по пешеходной зоне. Да, просто непонятно, почему, зачем он совершил этот поступок. Да, ему просто хотели объяснить, что вот водитель съедет и все. Больше ничего не хотели. Да, да. Но он зачем-то, да, выбрал. Выбрал вот такой вот путь. Сейчас инспекторы оформили тут машин, водителей 10, наверное, да, приблизительно. Может и больше. Сейчас отъедут на обед. Вот. Ну, а мы, соответственно, попытаемся поддержать здесь порядок, пока они не приедут. Копия, его. Ага, все, хорошо. Копия, справки о ДТП, да. А, постановление. Обязательно, и постановление. Нельзя никому заезжать. Ну, понятно. Все, до свидания. Ну, вот тоже, вот. Вот куда едет? Сюда. Заметно, говорит. Ну, как, без чужих у тебя глаза тогда. И водительскую стареет, да? О, красивее. А если, не дай бог, ребенок там какой-нибудь побежит, ну, все. Да нет, да дело не в этом. Дело в том, что, ну, есть же правила. Есть смысл-то в чем? Для чего все это создается? Для того, чтобы был порядок. Не больше, не меньше. Потому что, ну, вот здесь вот люди тоже, с коляски, они несутся. Я говорю, куда же вы несетесь? Я думаю, будет реконструировано. Уже проект есть. Ну, если они хотят, вот, делайте вот так. Загораживайте вот здесь. Делайте здесь стоянку. Ну, здесь вот такая дорога. Что у вас подвигло сюда заехать, скажите, пожалуйста? Знак 533. Знак вам, пешеходная зона, вы, наверное, не заметили просто. Нет, конечно, тут пешеходная зона. Вот, видите, знак стоит. Уезжайте. Здесь пешеходный переход, по-моему, да? Ну, вот, смотрите, вот туда, вот, вот, знак, вот, знак, показано. Смотрите, если вам нужно припарковаться, то везде, в доле этой дороги, на проезжей части, с правого края, вы можете припарковаться без нарушения, абсолютно. Только по кратчайшему пути, пожалуйста, выезжайте. По кратчайшему пути, по кратчайшему пути выезжайте, пожалуйста. Так. Деволюбе пропустил. Так, всем привет. Всем привет. Тем временем, ребята, вот, сколько тут, стоим уже почти 3 часа, почти 4. И машин стало существенно меньше. Вот сравните. С тем, что было, и с тем, что стало. Тут уже можно было бы не ходить, только машину все равно приходится обходить. Надо объяснить. Женщина. Девушка, расскажите нам, что вас подвигло сюда заехать-то, пообщайтесь вы с нами. Надеюсь, вы будете уезжать. То есть, стоять здесь нельзя. Нельзя здесь стоять. Зачем вы тут постоянно нахер? Женщина, пешеходная зона, знак. Вот он, знак пешеходной зоны. Вы заехали на пешеходную зону. Девушка, миленькая моя, мы вам хотели объяснить, что здесь нельзя ни ездить, ни парковаться. Ну, смотрите, знак стоит. Вы, конечно, можете уходить, но ваша машина рискует быть увезенной эвакуатором. Так что не обижайтесь, если что, мы вас предупреждали. Да, и знак стоит, вы обратите внимание. А мы вам можем подсказать, где парковаться. Парковаться здесь вот вдоль дороги можно везде. Справа, края проезжей части. Так что... Так, смешайте. Здравствуйте, мужчина. Расскажите, пожалуйста, что у вас подвигло с такой скоростью двигаться по пешеходной зоне? 5 километров в час, 5 километров в час. Что-то не похоже на 5 километров в час, если честно. А как вы сюда попали? А? Как вы сюда попали? Заехал от дома и еду вот сюда, в офис. Ну, вы не могли бы поехать назад, съехать и нормально куда-нибудь заехать? А здесь что? Здесь пешеходная зона, конечно. Нет, видите, машина стоит. Да. Это пешеходная зона? Конечно. Я не думаю, что это пешеходная зона. Здесь стоит? Здесь стоянка, вы думаете? Да. Да задавите нахрен вот этого непонятного человека и все. Не знаю, зачем. До пешеходной зоны, я вам просто говорю. Я вам говорю, что я машину всегда ставлю здесь. Больше не ставьте здесь больше никогда машину. Смотрите, магнит, косметика. Смотрите, здесь пешеходная зона. Вы можете поставить вдоль проезжей части везде. Тут. Они говорят, что здесь парковка. Здесь парковка. Смотрите, нет. А вы запарковаться тут ходите? Дело в том, что, ну, вы не обижаетесь, конечно, но тут машины будут эвакуированы. Вот все здесь свободные места, их уже убрали. Здравствуйте. Ну, не обижайтесь тогда. Съезжаем. Подожди, кто такой, да? Съезжаем, знаки же, пешеходная зона здесь. Где? А вот прям, где вы въехали, 5.33. Везде по кругу здесь. Не надо наглеть мужчин. Съедьте по-нормально, вас просят и все. Я вот здесь офис ставлю. И что, поставьте на проезжей части и идите в офис. Кто вы в том запрещает? Здесь пешеходная зона. Здесь 5.33. О, знак стоит. Смотрите, пожалуйста. Что это такое? Это что такое? О, паркуется. Позавтра марш. Здравствуйте. Уважаемый водитель, как вы здесь оказались? Расскажите нам. В магазину подъезжаем. Почему вы едете? Что под вами? Под нами? Вы имеете в виду тротуар, это, да? Это пешеходная зона. Больше. Это больше, чем тротуар. Это пешеходная зона. Вот там есть знак. И вот вы два знака проехали целых. Видите как? Очень. Я просто... Смотрите, вы можете вдоль проезжей части тут встать везде. Вот как эта машина, вот так. Но сюда заезжать, к сожалению, нельзя. Хорошо, буду иметь в виду. Я просто думал... То есть, получается, и сюда тоже, к магазину нежелательно. Нельзя, нельзя. Не то, что нежелательно, вообще нельзя. С той стороны только. С той стороны тоже нельзя. Где светофор, ну вот машины если стоят. Нет, это тоже нельзя. Они все нарушают. И сейчас заберут, вот половину уже тут оформили. Я понял. Хорошо. Так что давайте-ка аккуратненько. Вот вдоль дороги можете поставить тут без проблем. Хорошо, спасибо. Да нет. Да, да, да. Стань, стань мы здесь. Вот такая красивая машинка-проеховка. В принципе, вы можете прямо вот здесь поставить машину. Чтоб не заезжал никто. Да, чтоб не заезжал никто. Совершенно верно. Делаем. Это правило не нарушит. Так что давайте. Все, давай-ка. А с вами можно плачать с тобой? Да, конечно. Все? Сейчас, секунду. Вот мужчина поставил машину. Сделал доброе дело. Да, штука. А это вот для каких целей? Что? И где это вот будет, этот вот съем? Средств массовой информации, конечно. Чтобы осветить данную проблему, видите, что переходная зона, а вот столько нарушителей, смотрите. Здесь, конечно, будет реконструкция в скором времени, как обещают. Здесь всегда полно машин, а стоит негде. А вот этот знак, он давно здесь висит? Два месяца будет. Два месяца. Понимаю. А вот то, что вы сняли, это штрафы, да? Нет. А средства... Мы просто поясняем человеку, что тут нельзя стоять. И вот человек наш услышал и поставил машину. А вот так вот это поправило? Ну, конечно. Тут же пешеходная зона, сюда нельзя заезжать, видите? Он поставил вот так, чтобы и водитель сон не съезжал. То есть, это не вопрос, можно вот так вот поставить машину? Конечно. Это же не заезд, здесь нельзя. Вот мы с вами тут можем стоять, да, как пешеходы. А машинам здесь ездить нельзя. Даже для разгрузки, погрузки нельзя ездить. А вот, смотри, цветочная лавка там, вот что-то еще. То есть, они не могут сюда машины, вот цветы там привезли? К сожалению, нет. Или к счастью. Понятно. Так, можно вопросить. А в какой прессе сейчас это говорю? Где это читать? СМИ, Росдержава, Алрус Ньюс. У меня есть предложение. Я хотел сюда поставить, я уже разговаривал здесь, вы помните, да? А, вот тут вдоль дороги самое интересное, что везде можно ставить вдоль дороги. Зачем? Вы за рулем много ездите? Вы за рулем? Нет. Нет, правильно. Никогда не ездил. У меня просто расовая ненависть к автомобилистам. Да, так вот. У меня расовая ненависть к автомобилистам, поэтому я как-то стою. Везде автомобили, это потенциальная авария. А почему же можно тут стоять? Нет, можно, но это потенциальная авария. Я как водитель, я за руль сел в 72-м году, вы не помните такого? Нет. Совершенно. Мотоцикла. И ездил по Киеву. А с 78-го года я на автомобиле езжу. То есть, штаж у меня достаточный, чтобы говорить как, где хорошо и где плохо. Значит, самое простое. Вызывается ЗИФ, такая штука, генератор, с отбойным молотком. И вскрывается асфальт здесь и здесь. И не нужно ни в милицию вызывать, ни вас не нужно, чтобы автомобилисты не ставили сюда машины. Не надо знаки вешать вот эти, потому что вскрыть здесь асфальт, и никто не будет ставить. Чтобы сделать как бы... Перекопать на все? Нет. Вот здесь оставить тротуарную дорожку, а здесь газон. Чтобы было как до того. Я прошу прощения, а кто так здорово поставил автомобиль? Это я попросил человека. Это вы поставили? Нет. Это вот человек, который налоговый. Пусть стоит, спасибо, он не огран. Да, я попросил человека, что вот без нарушения все поставили. Хорошо, здорово, как придумал. Паш, попросил. Значит, самое лучшее, что я пошел пообеду, я живу в этом доме. Я помню ситуацию здесь, когда еще этого дома не было, который построен в 70-м году. А где основе, что у него с вами? Творец, пожалуйста, можешь перебирать? Вот, значит, творец. Пациент не сидит. Можно я уеду, пожалуйста? Ну, если ты умеешь ездить, то обрулишь бордюр, наверное. Да, я не могу, блядь, вперед, не ездить. Зачем номера грязью замазать? Потому что вы от камеры прятались. Ну, то есть, умышленно замазал номера грязью. Я врезался в грязь, специально. Не делай так, не надо. Да хорошо. Зачем тут тонер есть в лобовую лобах? Да пояс, очисти, выйди, стой, 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 стой. Не надо, не надо сбивать. Стой. Сейчас мы дадим тебе уехать, только очисти номера, ладно? Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отвлекся на другого, а это потом уехал. Чтобы штрафы, да, чтобы штрафы не приходили. Закрыл грязью. Ладно, потом очистим. Честно, я поможу. Сейчас им подскажем. Да он сам очистил. Он сам, да? Да. О, хорошо. О, молодец. О, спасибо. Круто, молодец. Мужчина, как вы сюда попали? Скажите, пожалуйста. Что? Дай назад, я выехал. Дай назад, ты. Там щекотная зона, дай назад ты. Не заметил человек. А не знаю, это бывает, что ж ты. Бывает. Да, вот это вот, попроси, погрузи. Так, поставь. Поставь. Вот это вот. Проси, чтобы туда чуть-чуть двигаться, чтобы не заезжали. А маленький вопрос. А вы не могли бы чуть-чуть сдвинуться, вот, на метр туда, чтобы просто не заезжали, а то путаются люди, да? Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. О, все, все, хватит. Спасибо большое. Здорово, спасибо. Взяли вот так вот, убрали асфальт отборный. Это вы абсолютно правильно говорите. Пожалуйста, все было бы. Я с вами полностью согласен. А, тихо. Смотрите, пожалуйста, с какой ссылкой вы снимаете, все родители. Да, я не знаю. Счастья кому. А, вот знак, смотрите. Пропустили. Сейчас я разъеду. Ничего страшного. Бывает. Назад, назад, как не на меня. Не, 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 это не парковка. Все, пешеходная зона. Вы можете поставить вот... Девушка, вы простите меня, пожалуйста. Но вы нарушаете сейчас правила дорожных движений, как минимум. Да, вот... Но снимать вы нарушаете мои личные правила. Вы не правы, к сожалению. Да, ну. Ну, а вы заезжаете, тоже нарушаете. Давайте, отойдите. Давайте, да, смотрите, я вам просто хочу сказать, где вы можете встать тут. Да, скажите. Вот вдоль всей вот этой дороги парковка разрешена, и вставайте, пожалуйста. До 11 часов вечера можете тут стоять. Спасибо большое. Да, не за что. Так, мне тогда тебе уехать. Чтобы смотреть аккуратно, на меня не едет, пожалуйста. А вы зайдите, пожалуйста. Не, вы там, вставайте, как полос. Вставайте, пожалуйста, назад. А это специально, чтобы сюда не заезжали, поэтому... Это все по правилу стоит. Так можно. Подойдите и не подключите. Руль влево, руль влево. Выверните. Я вам помогу. Я вам помогу. Давайте быстрее. Прямо, прямо, прямо. Давайте. На меня, на меня, на меня. И руль, да, выворачивайте, все. Не бойтесь, тут нет никого. Смех. Да не, не, не. Я прыгучий, я отпрыгну. Ну все, можете вот тут парковаться. Видите, за белой машинкой. Скажите, что это при этом? Для чего? Ну что, от меня вообще не было. Это карманы стоят. Нет, вы не правы, к сожалению, здесь пешеходная зона. Вот это все вот. Нет, хорошо, а карманы для чего сделаны здесь? Для пешеходов? Для пешеходов. Да, они в карманах стоят. Пешеходы стоят в карманы. Чтобы не постоять. Для пешеходов. Что? Вы что, девочки? Это глупость вообще. Вы вообще, правила, нужно почитать. Ну это же карманы для пешеходов. Вот они считают, что для пешеходов. Это карманы. Мы не считаем, это так оно и есть. Сюда изъять запрещено. А это для кого сделано? На основании знака. А это для кого сделано? Два месяца назад. Да ладно. Ну месяца два, ну месяц может там. Ну хорошо, но карманы-то тогда нужно убирать. Карманы сделаны давно, да. Тут будет реконструкция, все это должно убрать. Так это же каждый год. То есть в начале знак, а потом реконструкция. Это же нужно сделать все, а потом как бы делать... Вы понимаете, самое протое. Но вы что-то живете? Ну мы живем. Вы тут все это делаете? Ну как живем? Ну я считаю, что к магазину я должна подъехать или как? И где должна оставить в квартире? Вы понимаете, ведь проще знак поставить и запретить, Знак поставить и запретить, потому что тут ДТП. Очень много с пешеходами и очень много недовольных тут, кто ходит. Вот даже мы тут сейчас снимаем весь день. Вы знаете, сколько нам тут? Эти самые ДТП с какими пешеходами? Ну вот с ним, со мной сегодня было так минимум. Так минимум сегодня было два ДТП. Что было? А то и три ДТП. Когда вы стояли на проезде автомобиля. Мы там стояли? Я говорю, где конкретно ДТП? Ну здесь, здесь статистику подняли. Ну вот у Алексея вам лучше спросить. Алексей тут место выделяется. Чтобы поднимать. Ерунду, несу. Вот сколько раз и мы ездим здесь. Значит, если идет пешеход, даже не сигналим. Стараемся потихонечку ехать, пока он не услышит. Здесь, с уверенем, вообще нельзя ездить. И мы так. Да потому что поставили знак. Вместо того, чтобы решать проблему. Вам негде парковаться, что ли, тут я не знаю? А где вот? Я так не пахнула. Вот вдоль дороги вам мало места? А вдоль дороги как это? Это уже реальность нарушается. Нет. Здесь можно стоять везде вдоль дороги. Ну хорошо, сколько здесь автомобилей стоит? Это глупость. Не знаю. Вот сейчас все свободно. Ну сейчас свободно. А если вот в паке перестали, где другим установить? Ну сколько? Ну 4-5 автомобилей стоит. Это я не знаю. Это как вам уже вы. Вы тут живете, вы тут обустраиваете. Если без вашего веда мы установили знак. Не нужно знак установить. Я ничего не устанавливаю. Я вообще только снимаю. Я тяжелее камеры, в руках в жизни ничего не беру. А вот там тоже нельзя ставить автомобиль. Ну что же? Да. Ёшкин код. Да. Только где выезд из двора. Да. Знак поставить. Ведь это же проще, чем решить проблему. Ну я вообще не понимаю. Ведь проблему решить. Карманы или чего-то сделали, а знак поставили. Ладно, что вы с этим будете делать? Влажнее. Вот дальше. Карманы? Нет. Вот вы сейчас получили, допустим, от меня информацию. То, что нельзя тут машинам ездить и ставить. Мне законно послушно, гражданин. Я не буду ставить автомобиль. Не, правильно. Но вас это не устраивает. Меня не устраивает. Вы пойдете куда-то жаловаться там. Если я, допустим, еду. С предложением. В администрацию города, например. Да ладно. Кто нас будет слушать? Если я откуда-то еду, допустим, мне здесь можно остановиться. Я куплю товар и машину ехать и поехала дальше. А так мне придется нести. Вот и все. Так это ваша проблема. Но при этом жаловаться вы никуда не будете. Правильно? Ну, куда жаловаться? Вы что? Сами-то подумайте. Что это сделает за той жаловаться? Ничего. Алексей. Вот говорят, жалуешься ты. Говорят, ничего не добьешься. Да. И говорят, вот они тоже людей не устраивают. Я не жалуюсь. Знак поставить. Проблемы. Ноль решений. Ноль. Знаки ставили полтора года. Вот поставили. Проблема не решена. Никак не лучше. Спасибо огромное. Что это вы уехали? Что же вы посмотрели бы еще чуть-чуть? Нет, мне ехать просто надо. Да просто смысл какой? Все по старой привычке заезжают сюда. Понятно. И как бы оптимальный бус. Хотя бы вот два столб, пару столбиков. Какая-то цепочка надеялась. Реконструкция здесь будет до 1 июня. Обещаю, заммэр сказал лично. На личном приеме. А так и может заезжать все равно. Это понятно. Это нужно. А ну просто едешь, сможет сбежать. Я просто посмотрел. Походу раз заскочил. И знак уже не видел. Блин, мы же в России живем. Согласен. Раз посмотрел. У нас только столбы нужны. Столбы, рвы. Или забор. Или забор. И то сломают на первый раз. Все, спасибо вам огромное. На первый раз могут сломать. Повредить. О, сейчас сигналит. Понятно. Так. Смотрим. Сюда хочется. Смотрите, знак. Я понимаю, пешеходная зона, но на работу приехали. Нам надо разгрузить. Он все, он не нарушает. Вон туда, дальше, да, там. Зон, знак. Да, да, смотрите, вон конец. Видите, если ему разгрузиться, кстати, надо там файл. Нет, нельзя, нельзя. Если не на тротуар, то можно. А и пешеходная зона нельзя с этим знаком. Сейчас я прочитаю. Кто-то точно говорит. Извините. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»